Вкусного всем! Готовим рёстик. Это не драники. Это большой драник. Картопляник, дерун с яйцом или яичница с дерунами 2 в 1. Швейцарцы имеют в своем арсенале очень похожее блюдо на драники. Только готовят его из сваренного уже картофеля. А с добавками в виде ветчины, сыра, йогурта и специй это бомбезный завтрак. Обед или ужин. Для всего подойдет. Хрустящий по краям, внутри нежный и в нем плавится сыр. А сверху яйца в смятку. Ух! И просто и вкусно! Ингредиенты в конце видео и в описании к нему. Основа картофель желательно не разваристый, держащий форму в приготовленном виде. Загружаем 1,5 кг вариться. После закипания щедро солим. Не переживайте за пересол, картофель в кожуре не успеет этого сделать. Варим 30 минут. После этого воду сливаем, а картофель охлаждаем. Можно пару часов в холодильнике, можно хоть суп. Ближе к концу охлаждения нарезаем. Три небольших луковицы, можно довольно крупно, это фермерская кухня. Во всех фермерских кухнях не заморачивались, с размерами кусочков. Ветчину в Швейцарии берут сырокопченую, шварцфольдскую. Может быть любая сырокопченая ветчина. Или если не аутентична, то вообще любая ветчина. Грамм 150 на месте, или вовсе без нее, но с ней гораздо лучше. Нарежем кубиками или полосками, на ваше усмотрение. На сливочном масле. Это германское влияние в германских кантонах. Как правило растительное масло не используется. Обжарим лук. Огонь ниже среднего, мы по сути лук тушим до прозрачности, минут 5. Добавим ветчину. И еще на том же огне тушим пару минут. Чтобы аромат ветчины передался маслу и лук. После этого сгребаем все и отправляем чуток остыня. А пока очистим картофель. После охлаждения шкурка с него слазит даже без участия ножа. Хотя вырезать глазки все же стоит. От длительного постепенного охлаждения картофель станет вязким. И будет держать форму. И не слипнется после последующего натерания. Которое произведем на крупной терке. В крупную миску. Почему в крупную? В ней мы будем вымешивать массу. В картофель добавим лук с ветчиной. Затем добавим йогурт. Около 150-200 грамм. Горчица. Это все-таки немецкоязычные кантоны. Пару столовых ложек. Сюда же идет сыр. Натрем также его. Это полутвердый сыр. В Швейцарии обычно используют грюер или аминталь. По большому счету норм нет. Может быть российский или украинский сыр. Даже гауль. Подсолим пару чайных ложек. Пол чайной ложки молотого черного перца. Пол чайной ложки каенского перца. Или перца чили. Поверьте, это не для остроты. Ее вообще не ощутить. Это для аппетита. Красный острый перец стимулирует аппетит во время еды. Вот такая хитрость. Аккуратно, но тщательно перемешиваем массу. Затем выложим ее в форму. Она может быть и металлической или стеклянной. Предварительно смазав ее маслом. Разровняли и в духовку. Предварительно нагретую. 200 градусов 25 минут. И еще 5 минут при 250. Чтобы зарумянить вверх. Масса покроется аппетитной корочкой. Вкусы и составляющие. Благодаря йогурту, горчице. И главное, расплавленному сыру. Смешаются, сделав основу сочной. Для яиц сделаем ямочки. Ложкой. Затем упадут желтки. На 8 яиц. Вбили яйца. Возвращаем в духовку. При температуре 200 градусов. Немного снизим. Минут до 10. Пока белок свернется. А желток останется жидким. Если покачать форму, они будут двигаться. Но белок уже будет твердым. Вот как раз самое оно. Подавать немедленно. Подают, нарезав секторами по количеству яиц. Посыпав зеленью, прежде всего петрушкой. А еще вкусно подать к этому всему. Оставшийся йогурт или сметану. И сбрызнуть свежевыдавленным чесноком. Это очень вкусно. Попробуйте. Вы 100% запомните эту вкусноту. И еще не раз приготовите. Это точно станет одним из ваших любимых. Что можно не добавлять в рёстик. К слову, его часто жарят без яйца. На сковороде. Переворачивая пласт по ходу. Можно не добавлять ветчину, перец, йогурт. Или заменить его на сметану. Но не кислую. Готовьте для удовольствия. Приятного аппетита. А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма. И будьте здоровы. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.